Как правильно поминать усопших? Обычай поминать усопших встречается уже в Церкви Ветхозаветной. С особой ясностью о поминовении усопших упоминают постановления апостольские. В них мы находим как молитвы за усопших при совершении Евхаристии, так и указанные на дни, в которых особенно необходимо поминать усопших. Третий, девятый, сороковой годовой. Таким образом, поминовение усопших – это апостольское установление. Оно соблюдается во всей Церкви и литургии за усопших. Принесение о спасении их бескровной жертвы – есть самое сильное и действенное средство к испрошению усопшим милости Божией. Церковное поминовение совершается только о тех, кто был крещен в православной вере. Панихиды по самоубийцам, а также по некрещенным в православной вере не совершаются. Тем более эти лица не могут быть поминаемы на литургии. Святая Церковь возносит непрестанные молитвы об отшедших отцах и братьях наших при всяком богослужении и особенно литургии. Но кроме этого, Святая Церковь творит в определенные времена особое поминовение всех от века, представившихся отцев и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равные тех, которые были застигнуты внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви. Совершаемые при этом панихиды называются Вселенскими. В субботу, мясопустную, перед церной неделей, накануне воспоминаний Страшного Суда, мы молим Господа, чтобы Он явил Свою милость всем усопшим в день, когда наступит Страшный Суд. В эту субботу Православная Церковь молится о всех усопших в православной вере, когда бы и где бы ни жили они на земле, кем бы ни были по своему социальному происхождению и положению в земной жизни. Молитвы возносятся о людях от Адама до днесь усопших в благочестии и правой вере. Три субботы Великого Поста, субботы второй, третьей и четвертой недель Великого Поста установлены, потому что во время прежде освященной литургии не бывает такого поминовения, какое совершается во всякое другое время года. Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви, и установлены эти родительские субботы. Церковь во время Великого Поста ходатайствует об усопших, чтобы и им Господь простил грехи и возгресил их в жизнь вечную. А в Радоницу, вторник второй седмицы по Пасхе, с усопшими делятся радостью воскресения Господа в надежде воскресения наших усопших. Сам Спаситель сошел во ад проповедовать победу над смертью и извел оттуда души ветхозаветных праведников. От этой великой духовной радости день этого поминовения и носит название Радуница или Радоница. Троицкая Родительская Суббота В этот день Святая Церковь призывает нас совершать поминовения усопших, чтобы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ всех от века усопших праотцов, отцов и братьев наших, и ходатайствуя о собрании всех в Царство Христово, молясь об искуплении живых, о возвращении пленения души, просят успокоить души прежде отшедших на место прохлаждения, як они мертвые восхвалять те Господи, нижесущие в аде исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, живые, благословим Тебя и молим, и очистительные молитвы и жертвы приносим Тебе о душах наших. Димитриевская Родительская Суббота В этот день совершается поминовение о всех православных убиенных воинах. Оно установлено Святым Благоверным Князем Дмитрием Донским по внушению и благословению преподобного Сергея Радонежского в 1380 году, когда он одержал славную, знаменитую победу над татарами на Куликовом поле. Поминовение совершается в субботу перед Димитриевым днем 26 октября по старому стилю. Впоследствии в эту субботу православные христиане стали творить поминовение не только воинов за веру и Отечество, положивших свою жизнь на поле брани, но вместе с ними и за всех православных христиан. Поминовение усопших воинов совершается Православной Церковью 26 апреля, 9 мая по новому стилю. Праздник Победы над фашистской Германией, а также 29 августа в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Обязательно надо поминать усопшего в день его смерти о рождении и именин. Дни поминовения надо проводить чинно, благоговейно, в молитве, благотворении нищим и близким, в размышлении и о нашей смерти, и будущей жизни. Правила подачи записок о упокоении такие же, как и записок о здравии. На Ектении же больше поминаются новопредставленные или значительные строители обители, и то не более одно или два имя. Но Проскомидия – самое важное поминовение, ибо вынутые части за усопших погружаются в кровь Христов и очищаются грехи сею великую жертвою. «А когда случается память кого из родных, то можешь подать записку и помянуть на Ектении», писал в одном из писем преподобный Макарий Оптинский. Источник. Как правильно подавать записки о здравии и о упокоении.